приветствую любители москвы сегодня мы продолжаем гулять по большой кольцевой линии ну и эта станция новаторская ну и видите здесь собственно та же самая хай-тековая станция как обычно на большой кольцевой линии с довольно такими мрачными путевыми стенами видите такие серые вот тоже мрачным тоже полом вот смесь магнезита и гранита черного ну и вот видите на потолке как бы главное это потолок а потолок сделан из стекла ну как из стекла это просто как бы такие подвесные да стеклянные такие панели элементы понятное дело что там потолок он в принципе всегда был железобетон конечно вот основу ты его да но а здесь уже как бы на платформы нависает такие вот панели и самое это как бы вот считается сам как бы главный такой изюминкой этой станции новаторская вот это вот такой именно вот зеркальный что ли потолок вот но считает что он играет как бы всеми красками вот и каким-то образом так вот по идее должен вызвать ассоциации с образами солнца огня и энергии новаторства да то есть что то такое поскольку как бы тема новаторства здесь фактически не выражена на этой станции хотя могли бы выразить вполне почему бы не изобразить каких-нибудь новаторов эти новатор Canada чек передовой да но чек прогрессист такой да который что-то делает новое что то создает какие-то технологии ну неужели у нас нет новаторов сколько ученых сколько вот сделали бы какой-нибудь галерея такой красивый бы как-то был все воплотили но вместо этого сделали вот этот вот потолок зеркальный такой как бы стеклянный Да, вот таких вот, как в конструкторе лего, таких элементов разных наборных, да, вот, и, собственно говоря, вот, как бы, вот этот вот такой, видите, свет, как бы, похожий немножко на солнечный, да, что-то такое вот яркое, оно должно, как бы, типа, такая энергия новаторства, да, вот, выражено в потолке. Ну, вот, собственно, единственное, что вот, то есть этот потолок, он здесь, как бы, отличительная особенность этой станции, такой вот, как бы, яркий зеркальный потолок, все, все остальное, если бы нет потолок, станция вообще потерялась, ну, вот, за счет потолка она еще как-то, вот, более-менее, еще можно хоть как-то запомнить, ну, во всяком случае, попытаться это сделать, вот, ну, станция, она уже, соответственно, тоже была открыта в 2021 году, все то же самое, в декабре месяце, так же, как и другие предыдущие мы станции рассматривали, это все такая большая ветка Дагаховской, собственно, до конца, как сейчас последняя станция, Каховская, пока вот так, на Большой Кольцевой, дальше пока не продлили еще, уже в следующем году, судя по всему, будет, вот, ну, и станция эта, она уже мелкая, действительно, 16 метров под землей, да, это уже мелкая станция вполне, вот, потому что, когда, говорят, там, 28-30 метров, это мелко, ну, какая же мелкая, а это, да, вот, это действительно мелкая станция, ну, и, в общем-то, название ее, кстати, назвать ее хотели, вообще-то, изначально, улица новаторов, не новаторская, а улица новаторов, ну, потому что, собственно говоря, выводит она, действительно, улица новаторов, ну, а потом, решили так, как-то, вот, на букву АЯ, все-таки, более традиционно сделать, как вот, московское метро, ну, и вот, собственно говоря, решили назвать уже потом новаторская, ну, и находится она, действительно, выходит на улицу новаторов, находится на пересечении, в общем-то, улица новаторов, назван так, в общем-то, в 60-е годы, прошлого века, по новаторам, да, ну, как тогда говорили, новаторы-строители, вот, ну, потому что, который тут тогда масштабное жилищное строительство было, вот, в том числе, в этом районе, вообще, в Москве кипело с 60-е, 70-е годы, конечно, даже намного больше, чем сейчас, но, правда, основу строят тогда пятиэтажки, ну, отчасти девятиэтажные дома, такие, в общем-то, которые сейчас почти не строят, вот, вот она, улица новаторов, ну, и в целом, можно отнести и к другим новаторам тоже, вот это вот комплекс МИДа России, здесь вот, а с той стороны обычные дома, ну, ну, конечно, как видите, уже достаточно современные, 16-этажные, 24-этажные дома и так далее, вот там Ленинский проспект, и там, кстати, вот строится на Ленинском проспекте еще одна, станция новаторская, но уже троицкой линии метро, вот, ну, это линия пока только-только строится, там пока еще ни одной станции не построено, еще неизвестно вообще, когда там все откроется, но станцию, линию строят, скажем так, там сразу, сразу строят несколько станций, много станций, вот, вот это вот жилой комплекс МИДа России, ведь такое необычное здание архитектуры, по-моему, один этажей там, ну, естественно, для работников МИДа, для обслуживания, как сказано, для обслуживания дипломатического корпуса, ну, в общем, завалирован, фактически, жилой комплекс МИДа, вот, так что там будет тоже станция, вот, она будет непосредственно на Ленинском проспекте, то есть это выходит на улицу Новаторов, а вот та станция Новаторская, которая сейчас строится, она будет выходить непосредственно на Ленинский проспект, ну, рядышком она будет, и они, естественно, будут соединяться, ну, суть по всему, подземным переходом, наверное, вот, а вот, да, и, кстати, станция находится в Обрущевском районе, это Обрущевский район, юго-запад, юго-западный округ Москвы, ну, как видите, вокруг убитые газоны, все то же самое, а плитки, здесь, конечно, плитка тоже есть, но тут особо, как бы, не размахнешься, потому что, видите, этот комплекс для МИДа-то построили, поэтому тут уж куда плитку-то совать, тут бы, конечно, наверняка бы сделали бы огромную площадь, аж как вот вчера видели, да, около проспекта Вернацкого, но тут уже особо класть-то и некуда, прям даже на дом-то не положишь, поэтому, как говорится, вот, ну, все, что могли, тоже плиткой, конечно, вот отделали. Вот, по той стороне, вот тот квартал, вот, который справа, да, вот этот вот квартал, там раньше были пятиэтажки, вот, там было очень много пятиэтажек, в общем-то, да, вот по эту вот сторону, и это, соответственно, такой пятиэтажный был квартал, ну, соответственно, его при Лужкове еще застроили, это вообще 37-38 квартал Юго-Запада, и при Лужкове еще его застроили, то есть там пятиэтажки вообще все снесли, все, что, в общем-то, было возможно, и построили вот эти многоэтажные дома еще в 2000-е годы, вот, здесь находился раньше кинотеатр Ромашка, Ромашка, это был летний кинотеатр, который примыкал к Воронцовскому парку, ну, и, конечно, самое главное, то, что здесь находится, какая-то достопримечательность около этой станции метро Новаторская, это, конечно, Воронцовский парк, вот, давайте туда и пойдем, собственно, в этот парк, ну, вот видите, вот эти новые дома, они не на пустом месте, тут были пятиэтажки, ну, там был несколько, по-моему, даже девятиэтажных домов, но их совсем немного, в основном пятиэтажные были, ну, и их строили, понятно, в 60-е годы, то есть, когда эта территория стала московской, когда в 60-м году территория вошла в Москву, ну, и вот тогда, вскоре после этого стали строить на месте уже, так сказать, деревянных домов, застройки, бывших деревень, сел, вот, видите, вот он Ромашка, и давно он уже заброшенный кинотеатр, вместо того, чтобы его восстановить и сделать из него конфетку, хороший кинотеатр, который на река бы посещали люди, вместо этого ничего не нашли лучшего, как просто его снести, вот и все, нет, ну, понятно, что его уже довели до такого состояния, что он уже восстановлению не подлежал, именно в плане какой-то реконструкции, ну, нет, надо просто было его действительно снести, ну, и построить новый кинотеатр, ну, вместо этого, боюсь, что построить не кинотеатр, а что-нибудь типа торгового центра или что-то бизнес-центра какого-то и так далее, но шло и том, что, наверное, не построишь слишком маленькое пространство, Хотя, кто его знает. Ну вот, и вот она как раз на Ватарской улице, да. Она вот здесь вот поворачивает, вон туда, прямо направо она поворачивает, туда дальше идет, да, улица Обручево. Ну, а здесь дальше вот эта вот улица, это, собственно, так и называется улица Воронцовские пруды. Вот, ну, собственно, по прудам, которые находятся в Воронцовском парке. И там всего 5 прудов. Ну, и вот этот параллельник, конечно, является тоже вот одной из главных запримечательностей этого парка. Вот, а парк возник, я уже про него рассказывал, у нас, так сказать, в передаче, в одной из передач, в зеленой уголке Москвы, он возник из усадьбы. То есть, это бывший усадебный парк, когда-то находился, тут усадьба Воронцова была. Когда-то принадлежала она действительно Воронцовым, древнему роду Воронцовых князей. Ну, на самом деле, Воронцовых, ну, здесь, кстати, парк аттракционов, ну, и один из входов парк. То есть, видите, от метро буквально 5 минут, и вы попадаете в этот вот Воронцовский парк. Вот здесь один из входов. Вот это, альтерская такая вот аттракционы, да, здесь вот одни сплошные вот аттракционы, развлечения, то есть, это в основном для детей, для вот такого семейного. Ну, а дальше, а здесь вот просто вход, как говорится, непосредственно в парк. Вот, так что Воронцову, собственно говоря, усадьбу не строили, усадьбу строили репнины. И, прежде всего, это был Петр Репнин, который владел потом этой усадьбой. Уже это, так сказать, куда более позднее время, то есть, это, прежде всего, 19 век, и тогда была построена усадьба, которая, фактически, до нас уже почти не дошла. То есть, там есть постройки, остались, а какая-то часть осталась, ну, главный дом, кстати, не дошел, а некоторые постройки остались, но, вы знаете, они уже во многом реконструированы были. При Лужкове, в основном, в 2000-е годы, но что такое реконструкция, это, практически, постройка заново, то есть, по сути дела, это новоделы. В общем-то, вот так вот. А в том виде, в котором были, они практически не сохранились. Там еще церковь Троицкая, которая тоже в советское время была закрыта. Здесь в советское время был свиносовхоз, также биологическая станция, вот, в парке работала. Вот, ну, тут много садов было. Вот, ну, люди, кстати, гуляли. Вот, видите, про парк можно почитать. Так что, вот, правда, некоторые там говорят, что, типа, там он зарос весь, там, и так далее, чуть не свалка была. Это неправда, на самом деле, в парке гуляли, и тут и старые культуры были, сады, и деревья, вот, так сказать, разрушенные остатки усадьбы. Все это, в общем-то, было, и в парке, и в советское время люди гуляли. Ну, а сейчас его, так сказать, благоустроили, насытили всякими кафе, разными, так сказать, развлекательными заведениями. Пруды там постоянно чистят, спускают, не так давно снова это все сделали. В итоге они там переливаться перестали, постоянно, так сказать, стоячая вода, их постоянно приходится заново чистить. Вот это большой пруд, самый главный, Паранцовский пруд, самый большой. Здесь вот на лодках катаются. Давно уже катались, в советское время катались, ну, и сейчас опять катаются. Там, вроде, какое-то время не работала станция, но сейчас вроде работает. В этом году катались, по крайней мере. Вот, а дальше там еще вот пруды. Там еще в ту сторону три пруда, и вот туда, направо, там еще один пруд. Он как бы сам по себе один, а это, к целому, каскад прудов. Естественно, они тоже выкопаны были в усадьбы, понятно, что были части, когда-то усадьба Воронцова. Вот, а дальше там вот еще усадебные постройки, туда можно пойти посмотреть. Ну, во многом новоделы, но все равно примерно так же, ну, как Царицыно, немножечко так напоминает чуть-чуть даже, кстати, и по виду. Такие тоже входные, как бы, ворота, все такое. Так что вот, сходите, посмотрите. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok